Всем привет, мои сладенькие чимичанги! Запасайтесь чипсами, потому что сегодня я хочу рассказать вам о самом обаятельном герое из вселенной Марвел, болтливом наемнике Уэйди Уилсоне или просто Дэдпуле. Ведь его обаятельное личико мы сможем увидеть на экранах кинотеатров 17 мая. И в связи с этим подборка комиксов о нем. История этого кровожадного фахмача начинается в 1991 году на страницах комиксов The New Mutants. Там он появляется как второстепенный герой и даже как злодей. Но уже в 1997 году ему дают свою линию, свои комиксы. И он полюбился читателям за то, что Дэдпул осознает, что он в комиксе и постоянно общается с читателями напрямую. И для тех, кто не знает, кто такой Дэдпул, краткая история. Жил был себе парень Уэйд Уилсон и вдруг однажды врачи диагностировали ему рак. Заболевание не самое приятное, конечно же, и в крайних случаях неизлечимое. Уэйд стал пытаться найти выход из этой ситуации и узнал о проекте «Оружие Икс». Там ему пообещали, что он вылечится и станет сверхчеловеком. Итак, Уэйд становится подопытным кроликом, но в ходе эксперимента что-то идет не так, и он превращается в сморщенный обугленный картофель. И обретает сверхсилу, и еще у него едет крыша, и еще он становится сверхсильным. По профессии Дэдпул наемный убийца, в этом ему нет равных, а еще в его голове живут два голоса, которые указывают ему, что делать. И вот однажды один из этих голосов посоветовал убить всю вселенную Марвел. Всех героев, всех злодеев, и об этом даже есть целый комикс, который вы найдете в этом сборнике. В моих руках книга Дэдпул «Минибус». Здесь вы найдете пять комиксов, точнее пять серий комиксов, каждый из которых состоит из четырех частей. И первая серия — это Дэдпул убивает вселенную Марвел. От слова «совсем», то есть убивает абсолютно всех. Халка, убивает Человека-паука, и даже всех известных злодеев он тоже убивает. И об этом ему сообщил его внутренний голос, как я уже говорила ранее. Почему Дэдпул это делает? Как голос объяснил, что нужно всех убить? Все просто. Как я уже говорила ранее, Дэдпул осознает, что он внутри комикса, и ему хочется освободиться от этой зависимости. Ему кажется, если он всех уничтожит, то он вырвется и окажется в настоящей вселенной. Вся вселенная Марвел мертва. И остановился ли Дэдпул? Нет, он пошел дальше. Следующая серия комиксов — Дэдпул уничтожает литературу. Тут все то же самое. Ему кажется, если он сейчас убьет Шерлока Холмса, Моби Дика, Всадника без головы и остальных знаменитых литературных персонажей, все закончится, из комиксов и из литературы они вырвутся и окажутся в мире настоящем. А что же дальше? Казалось бы, все уже мертвы, но нет, Дэдпул не остановился. Просто появилась серия комиксов — Дэдпул уничтожает Дэдпула. Да-да, вы не ослышались. Есть мультивселенная, в ней есть много альтернативных вселенных, и вот какой-то Дэдпул из альтернативных вселенных решил уничтожить всех остальных Дэдпулов. Вот такая запутанная история. Например, может быть, вы не знали, есть ведь и Леди Дэдпул, и Догпул, и даже Пандапул, и всех их уничтожает какой-то из Дэдпулов. Как я уже говорила, сюда вошло пять серий, рассказала я только о трех, где Дэдпул уничтожает всех. Дальше он взялся за Карнажа и решил уничтожить его. Серия — это называется «Дэдпул против Карнажа». Карнаж убивает все, что движется, очень жестокий, сумасшедший маньяк-симбиот. И кто его сможет остановить? Конечно же, такой же безумный наемный убийца. Чего было дальше, читайте тут. И последняя серия, вошедшая в мини-бус, это «Ночь живого Дэдпула», и это прям ну вообще-воще. Когда я ее читала, я не могла изменить лицо с вот такого ни на какое больше. «Как выживать в аду» из зомби. Советы от Дэдпула вот в этой книге читайте. Настоящие гики, надеюсь, вам понравится. По правилам отрисовки комиксов прямоугольник означает внутренний монолог героя. У нашего Дэдпула два внутренних голоса, и что же делать? Поэтому у него существует два прямоугольника, желтого и белого цвета. А если это книга, как быть с внутренними голосами в ней? И сейчас я расскажу вам о книге про Дэдпула, которая называется «Дэдпул лапы». Итак, внутренний диалог героя в книге вы можете увидеть в форме жирного шрифта и шрифта курсивом. И сразу понятно, что это Уэйт общается с самим собой. В этой книге «Дэдпул лапы» вы сможете найти историю о том, как милые маленькие щеночки превращаются в страшных инопланетных пожирателей человеческой плоти. Как вы знаете, во вселенной Марвел существует такой персонаж, как Смерть. Да-да, та самая тетка скелетообразная в балахоне, но тут без косы. И, в общем, с ней-то и встречается Дэдпул, и у них там любовь, и да простит нас Танос. И, в общем, на почве этого я хочу представить вам следующий комикс. На этот раз болтливый наемник бросает вызов тому самому злодею с той самой странной челюстью. И между ними стоит смерть, и появляется некий любовный треугольник. Но слышали вы ли о любовном квадрате? В этом комиксе все как раз об этом есть, поэтому берем в ручки и смело читаем. И напоследок комикс про Дэдпула, который называется Операция Аннигиляция. Как все мы с вами знаем, после чудесного оздоровления Уэйда Уилсона у него появилась такая особенность, как исцеляющий фактор. И что бы он ни делал, пытаясь умереть, у него это вряд ли получится, да и не получается. В этом комиксе Дэдпул прилагает все усилия к тому, чтобы свести счеты с жизнью, а получится ли у него это, читайте в этом комиксе. И это было все на сегодня. Все комиксы из данной подборки вы сможете найти в наших магазинах Читай Город, а также на нашем сайте. Ставьте чимичанги, подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Итак, вселенная, и так. Теперь я буду говорить, ноу. История этого хохмача, кровожадного забыл слово, он же кровожадный. Это странно. Видно? Так меня видно? Так не видно. Видно? Не видно. Я жду. С книгой. Итак, мини-бус Дэдпул. Очень тяжелое и тяжелое. И тяжело.